Совсем я выпала из ютуба, потому что вот, пожалуйста, 8 граждан сетку пришлось вешать над вольером, потому что некоторые из них с отсутствием маховых крыльев пытаются летать. Кроме того, два постоперационных аиста у меня есть, один без крыла, а я вам его показывала, молчу его звать. Прошел месяц после операции, почти месяц, и он только сегодня начал есть самостоятельно. Второй аист с травмой перелом лапы, его прооперировали две недели назад, тоже только сегодня начал самостоятельно кушать. Встает на лапу, опирается, я это вам все в видео покажу. Что я вам могу сказать? Результаты сезона, скажем так, итоги сезона еще рано подводить. У нас еще очень много аиста болтается, те, которые слетки, маленькие, которые еще до середины сентября имеют возможность улететь. Но если не улетят, опять здрасте, заходите, все, кто влезет, все, кто не влезет, пойдет зимовать к курам. В общем, в планах, не в планах, а уже прям в действии. Создаем мы НКО, некоммерческую организацию, в помощь белым аистам. Буквально на следующей неделе, ну точнее как через неделю я поеду в Псков регистрировать это все в Министерство юстиции. И будет у нас официальное заведение. Финансово это все очень сложно тянуть, спасибо подписчикам из Инстаграма, помогают. Ну скажем так, не стопроцентно комарики жрут, не стопроцентно, но процентов 40 расходов покрывают. Операция, лечение, кормежка толпы. Толпа такая, ест как надо, что называется. Эти аисты остаются все зимовать. Есть у нас еще Василий, которого нужно будет ловить. Василий Первый, который в прошлом году ко мне осенью пришел. Бабки прикормили и получился ручной здоровый аист. Будем его пробовать социализировать с аистами, чтобы он точно так же по весне улетел со всеми. А так лето он болтался в ремонтных мастерских, а у мужиков отжимал сосиски. И вот этого гражданина нам нужно поймать, чтобы совершенно спокойно он перезимовал вместе с аистами. Глядишь, с ними и приживется. В общем, напоследок могу сказать, что спасибо тем, кто и здесь помогал. Я реквизиты карточки оставляла. И под этим видео я тоже оставлю реквизиты своей карты. Банк Тиньков, российский Т-банк теперь, да, называется. Потому что нужно строить новый аистятник большой с отделением для постоперационных товарищей, с отделением для малышей, которых весной в июне, в июле будет очень много. В общем, за любую помощь буду благодарна, потому что птички, как говорится, требуют и внимания, и определенных финансовых вложений. Продолжение следует...